Глядя на Брестского писателя Михаила Туруновского, сложно предположить, когда-то он решил связать свою жизнь отнюдь не с творчеством, а с физикой и математикой. Известный сказочник окончил Казанский авиационный институт, а свое истинное призвание нашел благодаря маленькой дочери. Творчество моего кадетского писателя началось в 2009 году, когда вышла первая книга «Сказки для маленькой дочки» в городе Казань, в Татарском книжном издательстве. Книга была написана по заявке моей младшей дочери, которая попросила написать для нее, сочинить, вернее, перед ценом новую сказку, так как все остальные сказки дома были прочитаны. Надоели, я экспромтом сочинил сначала одну сказку, потом вторую, потом следующую и так далее, и в конце концов получилась такая книга. В дальнейшем книга была переиздана, переиздана уже у нас в Бресте в 2011 году. Судьба первой книги сложилась очень удачно. Сказки для маленькой дочки стали книгой года 2009 в Казани. А также принесли автору звание лауреата литературной премии имени Колесника. Дальше – больше. Сказки под названием «Я иду спать», вышедшие в Татарстане через два года после дебюта, полюбили сотни детей по всему миру. И здесь у Михаила свой секрет успеха. Это первая книга из серии «Я не боюсь». То есть эта книга непростые сказки содержит. Это сказки психотерапевтические. Я назвал это популярной сказкой терапией. Используя основные приемы психотерапии, которые я некоторое время учился, когда жил в Казани, я решил использовать эти знания и написать сказки не просто веселые и интересные, а сказки полезные. Такие сказки, которые помогали бы детям избавляться от их страха. Второй книгой в этой самой серии стала вот такая книга «Кузяка-бузяка. Родители страхов». Я придумал своего литературного героя, маленького волшебника, который помогает детям бороться с их собственными страхами. Сказочный герой Кузяка-бузяка не просто помогает малышам преодолевать свои страхи. Он визуализирует сам предмет детской фобии. Волшебным фонариком показывает ребенку монстра под кроватью или оживший предмет фантазии. Такой психологический прием – настоящая находка, уверен Михаил. А яркие и будто бы живые иллюстрации, которые, кстати, создал педиатр, заставят любого ребенка поверить в существование Кузяки-бузяки. Мои произведения растут вместе с моими детьми. Следующим этапом стала книга, которая называется «Комиссар Катана, инспектор Бакс. Хроники кошачьих расследований». Это, с одной стороны, детские иронические детективы, но, с другой стороны, книга, которая очень нравится многим взрослым. То есть, это книга для семейного чтения. Она одинаково хорошо воспринимается как с детьми, так и взрослыми. Благодаря этой книге мои, так сказать, наши, вернее, творческие пути сошлись на Кошей тропе с брестским художником Павлом Кульшей. Вот, замечательный художник, чьи работы я впервые увидел в интернете, совершенно случайно. Вот, поразился тому, как выглядят его коты, насколько это живые человека коты, какие-то живые образы. Художник Павел Кульша также проникся творчеством брестского писателя и создал яркую кошачью обложку для книги, которая сегодня, к сожалению, продается только в электронном формате. Кстати, сам иллюстратор уверен, их творческий тандем только начал свою работу. Во-первых, замечательный человек, во-вторых, замечательный писатель. В-третьих, тема та, что самая, что ни на есть, моя. Поэтому все сошлось, все хорошо. Ждем теперь, когда можно будет заняться действительно глубоким иллюстрированием этого силы. Пока мы имеем только, скажем так, презентабельный вариант обложки, для того, чтобы потенциальные издатели могли иметь представление, что у нас получится в итоге. Иллюстратор Павел действительно профи в своем деле. За 8 лет он создал десятки картинок к детским книгам. Некоторые живут на страницах иностранных авторов. Многие коты поселились на картинах и открытках. Но в сердце художника есть и другие животные. Вы, наверное, будете смеяться, но когда я говорю, что я не кошатник, а собачник, все никто не верит. Вообще-то я собачник, но дело в том, что именно личность во всех его веселых и не очень проявлениях в коте видно больше, чем в собаке. Собака все-таки к человеку относится как к высшему существу. А кот всегда на равных, если не выше. Вот поэтому через кота легче просто достучаться до каких-то характеров людей. Сегодня Михаил и Павел находятся в поиске спонсоров, которые помогут издать хроники кошачьих расследований. Это их самая заветная мечта. Обаятельный усатый персонаж комиссар Катан подарит детям увлекательное путешествие в мир сыщика, разовьет фантазию и, возможно, повлияет на будущую профессию.